Друзья, здравствуйте. Ну что, настоящая бомба информационная взорвалась после интервью главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, который анонсировал и грядущие выборы президента и выдвинул России новые условия для начала переговоров и даже обвинил тех, кто называет Украину сильно коррумпированной страной, обвинил тех, кто кричит о коррупции в Украине. Почему же, правда, украинцы считают, что коррупция это главная внутренняя проблема, которая даже беспокоит их более чем мобилизацией, более чем поднятие налогов. И главное, как на украинскую коррупцию реагирует главный партнер Соединенные Штаты Америки. Об этом и не только. Считайте за неделю до выборов в Штатах. Поговорим сегодня с американским политиком Борисом Пинкусом. Дорогой Борис, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день, дорогие. Рад быть на вашем канале и слава Украине. Героям слава, сегодня нетрадиционно начнем немного нашу программу. Обычно говорим в первую очередь о том, что происходит в Соединенных Штатах. Теперь хотелось бы немного поговорить о том, что происходит в Украине и о том, как на это смотрят в Америке. И вот действительно, тема коррупции последние дни все чаще мелькает на страницах украинской прессы. Особенно коррупционные скандалы чаще всего связаны с центрами комплектования на фоне вот этих всех видео о принудительной мобилизации. Связаны с подозрениями для народных депутатов, в том числе от правящей партии. Некоторые из народных депутатов убегают из страны от правосудия. Ну и в конце концов, черт побери, мы до сих пор не знаем, кто выпустил Соединенные Штаты Алексея Арестовича и как он выехал. Ну ладно, это уже отдельный разговор. Андрей Ермак, комментируя высокий уровень коррупции в Украине, назвал эту информацию преувеличенной. Говорит, это Россия хочет запятнать имидж украинской власти. А коррупция, мол, есть много где. Вот цитата, что фронт держится, несмотря на коррупцию. И коррупция является константой для стран, которые входили в состав бывшего Советского Союза. Если бы мы действительно были так коррумпированы, мы бы не могли противостоять России. Конец цитаты. И вот я повторюсь, да, коррупция называется среди главных проблем украинцев, среди главных внутренних проблем. Но вот в офисе президента утверждают, это все преувеличено. Но понимаем эти новости постоянно, постоянно под очень таким пристальным вниманием Соединенных Штатов. Вот, Борис, скажите, пожалуйста, насколько вот все эти новости, которые так часто появляются о коррупции в украинских органах власти, влияют на поддержку Соединенных Штатов, особенно при условии такого критического момента этой войны? Очень влияют. Конечно, влияют. К сожалению, вот эта внутренняя борьба в Украине, которая, как никакая другая из бывших союзных республик, была повязана с Россией, и в том числе по коррупционным каналам, и она, конечно же, не может отражаться на мнении тех, знаете, влиятельных политиков в Америке, которые, к сожалению, не обладая дальновидностью, не обладая большими глубокими знаниями, Одного из них, я считаю, вице-президента Джеди Венса, которые настаивают на том, что надо ограничиться тем, что вот часть территории Украины сегодняшней должна перейти к России и уже, знаете, вот как-то спустить на тормоза. Это пагубно, я считаю, это аморально, и я считаю, даже преступно. Почему? Да потому что дай этому варвару пальчик, он отрежет руку, дашь руку, он отрежет тебе голову. Тем более, Путин никогда не скрывал своих аппетитов. Он не остановится на том же Крыме и четырех областях. Его цель вся Украина, а потом восстановление, знаете, вот территории, принадлежащей когда-то к Варшавскому договору. Почему бы и нет? Он по сей день считает, что Тары, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Венгрия, это все российское, советское, оно должно принадлежать России и так далее, и тому подобное. В этом вся проблема. Поэтому вот это чем дольше затягивается война в Украине и чем дольше воздерживается Запад от оказания должной помощи Украине до полной ее победы, а под победой я имею в виду только возврат границы до 1991 года, не более Украина никогда не претендовала ни на какие Курскую область, там Брянскую, там Ростовскую, хотя могла бы запросто, если бы захотела прийти туда, как эти варвары пришли в Украину, но у нее нет этих планов. И беда вся в том, что, к сожалению, вот у нас внутри тоже борьба, ребята, так же, как и у вас, точно такая же борьба, вот с этими неумными, недальновидными политиками типа этого Венца, вот, которые вот мутят воду, и вот он на NBC дал интервью, осуждая Россию, он в то же время говорит, да, давайте вот на этом закончим и перейдем уже к тому, что есть сегодня в руках у украинского руководства. Это чушь собачья, это не дальновидность, это безграмотность. Борис, мы обязательно к этой теме, мы вернемся еще к Венсу, на самом деле, потому что там он вскрыл такой гнойник, которым обязательно хочется еще поговорить подробнее, но просто возвращаясь к началу разговора, вот вы говорите, не дают достаточно, вот Россия пытается постоянно преподать это так, мол, Украине не дают, не хотят давать деньги, потому что, значит, Украина коррумпирована, и вот из-за этого Америка не хочет, значит, выделять новые пакеты помощи, затягивает с ними, потому что переживает, что, значит, какая-то часть из них будет разворована. Вот, действительно, есть ли в этом правда, или, как говорит Ермак, это Россия просто, ну, скажем так, специально эту тему подогревает для того, чтобы как-то сопротивляться помощи, которая предоставляется моей стране? Во-первых, доля правды в этом есть, но она не решающая, абсолютно нет. Почему? Да потому что, во-первых, деньги непосредственно, конечно, поступают, которые могут быть присвоены, распределены там мафиозными группировками, допустим, верхушки украинской власти, вполне возможно, этого никто не исключает, и, тем не менее, и, тем не менее, Запад, прежде всего, Америка по сей день пыталась и пытается отправлять оружие, оружие, вот это очень важно. Причем, если бы Запад, прежде всего, Байденская администрация давала бы именно то, по списку, что просит тот же Зеленский, оружие наступательного характера, то украинские солдаты умеют воевать, они это доказали, они более мотивированы, чем эти варвары, между прочим, которые не брезгуют ничем, они тысячами готовы положить, не считая, не говоря об этом вслух. А вот у Украины же этого нет, поэтому я виню Запад прежде всего Байденскую администрацию, которая, прекрасно зная о существовании коррупции, причем, а где ее нет, друзья мои? В России ее нет или в любой другой республике ее нет, везде она есть, на всем подсоветском пространстве. Я уже не говорю о Европе. Путин за эти 20 с лишним лет купил и того же Шрёдера, и создал так называемую шрёдеризацию, которая уже охватила половину Германии. Он купил и Францию, ту же Липен, я ей тоже не верю, например. Он купил и Берлускони, который ушел на тот свет, но зато оставил нас след огромной коррумпированности в самой администрации итальянской, к примеру. А я не говорю про Орбана, это тот еще тип коррумпированный. Я не говорю про Словакию, к примеру, тоже коррумпированная. На этом фоне, на этом фоне, какого черта нам сегодня зацикливаться на том, что есть коррупция в Украине? Да, она есть. Сто процентов есть. В этом нет никакого сомнения. Но, ребята, если так оно есть, так помогите Украине так, чтобы она победила не за месяцы, а за дни. Все зависит от Запада. Запросто зависит. Вплоть до того, чтобы послать самолеты F-16 американскими летчиками, ветеранами, которые готовы сегодня пойти. Байден не дает. Его пресловутая не эскалируйте, не провоцируйте с первого дня, с того момента, когда он Зеленскому предложил самолет, чтобы он удрал Вашингтон, по сей день его пресловутая тактика не эскалируйте, не провоцируйте, не сталкивайте, она продолжает существовать. В этом вся беда. Вы понимаете, ну почему мы от Украины требуем, знаете, такого совершенства, которого нет даже у нас? Почему? Почему мы не делаем скидку на то, что Украине всего 30-31 год? Чего мы хотим от этой Украины? Да, коррумпированные в этом никто не сомневался. Так же, как и любая, та же Грузия, вот посмотрите, что с Грузией сегодня творится. Пожалуйста. Тот же Азербайджан, который мы поддерживаем, знаете, восторгаемся тем же Алиевым, например, его правильной политикой. И в то же время тоже коррупция есть. Я не говорю про Азиатские республики. Друзья мои, не забывайте, мы пытаемся донести до наших политиков, не надо забывать этой свободным республикам независимым бывшего Советского Союза без году неделя. Почему мы должны от них требовать совершенства? Что мы сделали для Украины, чтобы она победила? Да, помогаем, но помогаем же по чайной ложке, друзья мои. Чем быстрее мы дадим то, что нужно Украине, тем быстрее война закончится. Вот должен быть девиз. Потом разбираться, что к чему. Сейчас нет времени. Сегодня время работает на Путина. В этом вся проблема. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Поэтому я полностью согласен с тем, что да, да, я согласен, есть коррупция, есть то, пятое, десятое, можно продолжить. Многое мы узнаем, например, негативного из Украины, но это не значит, что мы должны сказать «О, какой кошмар!» А мы что, раньше этого не знали, что ли? Знали? Откуда Украина произошла? Из советской системы. Вы понимаете, мы пытаемся донести до тех балбесов, которые колеблется в оказании помощи Украине, что, слушайте, ну, чем быстрее вы поможете Украине, тем быстрее мы избавимся от того негатива. А потом будем разбираться. Нам надо вышвырнуть этих тварей за границей 1991 года. Только. И никаких переговоров, никаких. Любые переговоры – это в пользу того агрессора. А в этом вся проблема. Давайте к этой теме перейдем дальше. Во-первых, спасибо, Борис, за вашу поддержку. Друзья, ну, вы ведь знаете, как Борис всегда болеет за Украину и работает для нее. Ну, вы только посмотрите, как Борис всегда поддерживает нас даже цветами собственных нарядов, костюмов во время интервью. Это тоже, на самом деле, мелочи, но очень приятно. Поэтому, друзья, кстати, я по поводу коррупции вас хотел спросить. Считаете ли вы коррупцию главной внутренней проблемой в Украине, как часто вы с ней сталкиваетесь? Оставьте ваши мысли в комментариях и лайки этой беседе поставьте. Пускай большее количество людей услышит вот эти важные тезисы, о которых говорит Борис. О переговорах заговорила и глава Офиса Президента Андрей Ермак в том же интервью «Карьера де ля Сера», где он говорил о коррупции. И по словам Ермака, значит, перейти к каким-то переговорам с Россией и Украина может, если российские войска дойдут до своих позиций до 24 февраля 2022 года. И тогда, мол, можно будет о чем-то говорить. В то же время растет количество тех, кто готовы к переговорам с Россией внутри Украины. Эта доля выросла с 21% в прошлом году до 35% в этом году. Это данные Центра Разумкова, одного из самых влиятельных социальных агентств Украины. И вот вы говорите, да, никаких переговоров с агрессором. И я понимаю, почему вы это говорите. Вы болеете за то, чтобы Украина восстановила собственные границы. Но не кажется ли вам, что сейчас как-то все больше и больше звучат голоса, в том числе, кстати, из Соединенных Штатов, о том, что вот-вот уже чуть ли не в ноябре может произойти что-то, что подтолкнет Украину к каким-то вынужденным переговорам? Если вы намекаете на то, что победи Трамп и вдруг он скажет, баста, насильно посадят Зеленского за стол переговоров, этого не будет. Не будет. Я это говорю от имени большинства членов моей родной партии республиканской, которая представляет Трамп, к примеру. Он нас еще не спросил, между прочим. А мы, кто это мы? Это рейгановское крыло республиканской партии. Мы никогда не позволим жертвовать территории Украины, потому что это поражение Америки. Дай этому варвару палец, он откусит руку. Дашь руку, он отрубит тебе голову. Это закон. Закон. Здесь ничего нового никто не придумывал. Это так оно есть. И Путин не скрывал своих планов. Как он говорил, ссылаясь на Петра Первого, не порабощал, а возвращал русские земли. Друзья мои, мы этого не должны забывать никогда. Поэтому, поэтому я согласен, у нас внутри страны сегодня разброд. Особенно в преддверии выборов день ото дня, знаете, вот сгущается обстановка у нас. Сильно сгущается. С одной стороны идет борьба двух Америк. Вот именно двух Америк, одна из них та, которая жиждется на ценностях, заложенных отцами основателями нашей страны. Это свобода, независимость и поддержка стран, стремящиеся к независимости. Это раз. А другая новая волна, новое движение. Либеральное, социалистическое, коммунистическое. Вседозволенность, глобализм, уступничество. Вот это представляют сегодня демократы. От той демократической партии времен Джона Кеннеди, знаете, даже пшика не осталось. Ее сегодня не узнать. Она стала настоящей, знаете, уступнической, она омерзительной в вопросах защиты ценностей. Я не говорю о ценностях там биологических, где нет разницы между мужчиной и женщиной. Это их уже кредо стало. Я говорю о тех ценностях, за которые сегодня борется Украина. А вот вы так уверенно говорите о республиканцах. А как считаете, вот нынешняя администрация Байдена заинтересована в том, чтобы Украина поскорее садилась за стол переговоров с Путиным, вероятно, даже на условиях каких-то территориальных уступок? Вы очень правильный вопрос задали. Я не хочу приукрашать мою родную республиканскую партию. Абсолютно нет. У нас тоже два крыла. Одно из них рейгановское, которое всегда было предано своим ценностям. Она никогда не предавала своих друзей и никогда не шла на попятную, как это сегодня может произойти даже внутри нашей партии. Но слава богу тех, кто придерживается вот этих уступнических позиций с тем, чтобы довольствоваться тем, что имеем, а потом посмотрим, как это говорит, например, тот же Вэнс, вице-президент. Таких у нас меньше. И поэтому мы с ними сегодня боремся. Мы пытаемся доказать тому же Трампу через близких к нам людей. Кто нам близки? Это, прежде всего, Майк Помпео, большой друг Украины, бывший госсекретарь, например, выдающаяся личность сегодня в нашей партии, например. Или взять трех Майков. Майк Торнер, председатель комитета по разведке. Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам. И Майк Роджерс, председатель комитета по вооружениям. На них мы рассчитываем. Это мы. А мы – это большинство американского народа. А я вам напомню, более 60% американцев до сих пор за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. И поэтому этот Венс, новоявленный, образованный, но не умный абсолютно, он наносит вред. Вред нам, американцам, нашим ценностям. Мы не имеем права игнорировать мнение большинства украинского народа. Не имеем права. Украинский народ теряет сегодня свое лучшее поколение, защищая наши же интересы. Мы пытаемся вот это донести до тех, кто еще колеблется сегодня, кто начал уже сомневаться. Выиграет ли Украина? Очень тревожно, Борис, не является ли позиция Венса по поводу, что у Украины нет денег, нет оружия, нет людей для того, чтобы защищать свою территорию, поэтому Украине придется принять решение о том, чтобы отдать часть своих территорий. Не является ли озвученный вот этот тезис официально вот этим тем самым планом Дональда Трампа завершить эту войну? Понимаете? Нет. Сейчас я не в претензию, это просто сразу логический вопрос, который возникает у наших зрителей. Правильно. Вы правильно говорите. Вы в это вкладываете, как велика поддержка позиции Венса в американском народе, если прямо говорить. А я вам скажу, она не велика. Она не велика, почему? Потому что это противоречит, знаете, философии нашей американской. Мы не можем сегодня в центре Европы допустить возрождение настоящего фашизма в лице того путинизма. Это одно и то же. Мы не можем допустить это. Поэтому, вы знаете, это имеет самое прямое отношение к ситуации буквально за несколько дней до исторических выборов внутри нашей страны. Почему? Потому что понятие фашизм сегодня прививается леволибералами к самому Трампу, считая его фашистом, считая, что вот он будет диктатором, не дай бог, если он победит и так далее. Но на самом-то деле, как раз-таки Трамп после встречи с Зеленским, я считаю, это была историческая встреча, она не будет исчезнутой бесследно. Напротив, выйдя на публику после встречи в его доме на Трамп-билдинг на 5-м авеню, Трамп честисердечно признался, что он очень многое узнал от Зеленского и что он будет поддерживать Украину и никогда не пойдет на сделку в ущерб интересам Украины. Это были слова Трампа. Поэтому, знаете, мы верим в Трампа. Мы верим в Трампа, а то, что вот вопрос возникающий, я уверен, у вас в голове уже возник вопрос, и вы хотите мне его задать, а как отнестись к словам его же избранника, вице-президента, того же Венса, который сегодня уже говорит, давайте заканчивать, отдадим там все, что сейчас оккупировано России. И будем думать о дальнейшей судьбе Украины. Так вот, я вам отвечу, друзья мои. Вы помните, была такая, есть такая историческая история, плохой полицейский и хороший полицейский. Сегодня Трамп, на мой взгляд, пытается показать свою значимость на фоне того же балбеса Венса. Он хочет показать, что он хозяин положения и будет так, как он скажет, а не так, как скажет Венс. Вот это очень важно. Давайте логически мыслить. Может ли он пойти против, например, костика Конгресса Республиканской партии, например, того же Майка Тернера, который буквально пару дней назад послал письмо тому же Байдену о том, что посылка солдат Северной Кореи в Украину недопустимо. Это пересечение красной линии. Вы что думаете? Это что, они нули в Конгрессе? Вот та тройка, о которой я вам тримайка. А что, Трамп о них не знает? О чем вы говорите, друзья мои? За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Это недопустимо. Конечно, ведется игра. Игра внутри нашей партии тоже. Не только межпартийная, но и внутри партийная. Конечно, она есть. Она была. Она есть. Но она незначительна. Слава тебе, Господи. Большинство американцев, рядовых. За оказание помощи Украине до полной ее победы. Слава Богу, мы не одиноки. Демократы тоже. Существенная часть демократов поддерживает. Поэтому у нас есть двух партийное единство в Конгрессе. Вот это дает нам силы говорить громко и говорить с вами. Сегодня в нашем эфире. Что нет, ребята. Америка еще не так плоха, как ее преподносят. Абсолютно нет. Я горжусь этой страной тем, что большинство американцев знает цену борьбы за свободу. Мы это все пережили на себе. Наши поколения американские. Поэтому мы знаем, что это такое. И не позволим никаким варварам порабощать Украину или диктовать свои условия. На это никто не должен пойти. Почему? Потому что малейшая уступка будет иметь последствия в виде цепной реакции. Пойдет по другим странам, по другим национальным интересам Америки и западной цивилизации. Этого нельзя допускать. Поэтому, конечно, тревожно. Конечно, тревожно. И я, например, признаться, тоже критически имею взгляды на многие действия администрации Зеленского. Но я обязан и вынужден выделять, вы знаете, то позитивное, что еще есть у администрации Зеленского. Это настойчивое требование от Запада поддержать Украину в вот этой стадии, знаете, завершающей стадии войны с этими варварами. А потом уже разбираться с внутренними проблемами. И невозможно. Вы понимаете, невозможно сегодня Украине, бедной Украине, не имеющей опыта жизни в среде свободной демократии, бороться как с внутренними врагами, коррумпированными, так и с еще большим злом, каким является Путин. Невозможно. У нас должны быть приоритеты. А чтобы приоритеты были выявлены и, вы знаете, взяты вооружение, нужно дать Украине то, что она просит. Всего лишь навсего. Ни солдат, ни какого другого вида помощи, кроме как оружие наступательного характера. Только. Не больше. Вот это очень важно. Поэтому мы пытаемся сегодня помочь, объяснить, вот понять многим американцам, которые говорят, вот, Борис, вот ты говоришь, что говоришь, ты посмотри, что творится в Украине. Коррупция, народ не хочет. Я говорю, подождите, подождите. Это какой народ? Кого вы спросили? Сегодня коррупция захлестнула, путинская пропаганда захлестнула практически все средства массовой информации. Сегодня мы, вот так вот, проводя обзоры эфиров украинских, в том числе не только наши собственные, но и известных политологов, боже мой, за голову хватаешься, на украинском языке защищает путинский режим. Где такое видано? Вы мне скажите. Не это ли диверсия внутри самой Украины, украиноязычными, не это ли подрыв основы основ нашей западной цивилизации? Мы же должны уметь отличать зерно от племени. Понимаете? Обязаны просто. Мы не можем сегодня это в Украине, завтра будет в Америке. Запросто. Ну, если у нас тысячами выходят на улицы с флагами Палестины, сжигая американские флаги, друзья мои, а где гарантия, что нет мостика между тем же Путином и этими палестинцами-негодяями, защищающими Палестину варварскую, бандитскую, террористическую? Мы слышали Нетаньяху, который буквально на днях заявил, что был просто поражен количеством российского оружия, которое нашли в тайниках у Хизбаллы в Арсенале. Пожалуйста. Да, и в целом мы видели с другой стороны, что даже российская система и российские системы ПВО не помогли Ирану как-то уберечь себя от ударов возмездия. Кстати, нас смотрят много из Израиля, Борис, и тоже тут очень интересно. Как я понимаю, Соединенные Штаты так или иначе давили на Израиль для того, чтобы тот действовал аккуратно. Хотя бы до выборов 5 ноября. В итоге Израиль, как всегда, вроде послушал-послушал, но сделал по-своему, хотя по критическим объектам нефтяные удары не наносились. Но в целом, как вы считаете, то, что Израиль в итоге пошел на эти аж три волны ударов возмездия и воплотил в жизнь отомщения за последнюю атаку, как это было воспринято в администрации Байдена, насколько этого не хотели, как я понимаю? Ну, признаться, я считаю, недостаточно сделано администрации Бибина Танягу. Было недостаточно бить по военным объектам, а надо было бить хотя бы по ядерным объектам. Израиль может, это надо сделать. Так они, по-моему, господин Вингус, они же, по-моему, так и хотели. По-моему, это как раз Америка, но в администрация Байдена отвечала. Вот Байден не дал, и, к сожалению, Бибина Танягу пошел на уступки. Это, считай, его просчет. Он обязан был, по сей день проявляя независимость, именно проявляя заботу о своем собственном государстве, о своем народе, он должен был до конца пойти. И тем более, что он имеет поддержку со стороны Трампа и его окружения. Вот он, к сожалению, на это не пошел, и я несколько удивлен, хотя были удары нанесены, говорят, по тем объектам, которые связаны с производством даже шахедов этих, которые поставляются в Россию, и даже ракет, которые, баллистические, которые поставляются в Россию. И, тем не менее, это временное, знаете, захлебывание произойдет. Буквально не пройдут недели два месяца, все возобновится, все будет работать. И та же Россия будет помогать, и никто остановить Россию не сможет. А вот ударить по ядерным объектам Израиль мог бы. Для этого есть все возможности у Израиля. Байден не позволил. А я бы на мете Биби, от того, что сегодня Биби послужился Байдена, он милее Байдену не стал. Как Байден ненавидел его, так и ненавидит. Это точно. В этом нет никакого сомнения. Поэтому семь бед, один ответ, как говорили на Руси когда-то, порядочный. Так вот, сегодня надо было Биби Натанягу, не слушая ни на кого, бить по ядерным объектам. И никакого ядерного облака бы не было. Израиль знает, как это делать. И прекрасно знает, что где расположено. Я вам напомню, в том же, еще в 15-м году, я помню, когда Биби Натанягу выступал в ООН, он демонстрировал добытые МОСАДом секретные документы, расположение ядерных объектов. То есть тех объектов, которые занимаются разработкой ядерного оружия, он демонстрировал это в ООН, а потом это прекрасно показал наперекор желанию Обамы, когда тот еще Обама был президентом в нашем конгрессе. Так вот, так что Израиль прекрасно знает, что где находится, и должен был это сделать сегодня. Почему? Потому что завтра уже будет поздно. Если уж Иран завладеет ядерным оружием, то, поверьте на слово, тут, если эти шахеды уверены, что они могут умереть и попасть в рай к Аллаху, то они могут на это пойти и за собой унести весь остальной мир. Поэтому это самое страшное. Я думаю, что Биби Натанягу надо было бы идти до конца и не смотреть ни на кого. До сих пор все было идеально сделано Биби. А вот именно в этом вопросе, к сожалению, мы немножко вот удивлены, правильно ли поступил Биби сегодня. Надо было бы идти до конца. Тем более он имеет огромную поддержку у республиканской партии. Вот так вот. Он должен был это сделать. Но, к сожалению, вот этого не произошло. Будем ждать последствий. Но нас смотрит много из Израиля. Очень интересно, друзья, ваше мнение, если вы смотрите нас оттуда. И также, в целом, друзья, ваши слова поддержки народу Израиля в этой войне за собственное существование. Потому что Украина, как никто, знает, что такое жить рядом с тем, кто пытается тебя уничтожить. Оставляйте ваши слова поддержки, друзья, в комментариях. В такое сложное время быть едиными, как никогда важно. Ну и лайки поставьте, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. О ядерном оружии вы заговорили. Мы с вами, Борис, две недели буквально не говорили. А столько новостей произошло, что еще много чего хочется успеть. Вот, конечно, не могу я обойти вниманием заявления Зеленского о своей беседе с Дональдом Трампом. Якобы он ему так и сказал, что либо Украина должна быть в Североатлантическом альянсе, чтобы обеспечить свою безопасность в будущем. Либо Украина должна вернуть себе ядерное оружие. Нет, Украина не говорила, что она уже начала его разработку. Но, тем не менее, информационная волна поднялась просто безумная. Там Орбан начал рассказывать, что западные разведки уже выясняют, как быстро Украина сможет сделать такую бомбу. Бильд там уже пишет, что на это нужно 2-3 недели. В целом, как это было воспринято, как вы считаете? Ну и оцените такой довольно рискованный шаг, но все-таки смелый шаг президента Зеленского. Он правильно сделал на 100%. В конце концов, своя рубашка ближе к телу. И Зеленский правильно сделал, поставив условия. Или вы нам действительно по-настоящему помогаете, как положено, союзнику. Или же мы сами берем все на себя в свои руки. А Украина имеет и интеллектуальный потенциал, и материальные ресурсы. Абсолютно все имеет Украина. Поэтому я бы на месте у руководства Украины, не афишируя это, уже начал бы работу над этим. И ничего не получится. И вот представьте себе, когда Корея Северная, как говорят, завладела там какими-то там видами оружия, как говорят на Западе, например. Или Пакистан завладел. Что сделал Запад? Развел руками и принял это, проглотил. Поэтому хочет Запад или нет, Украина обязана заиметь ядерное оружие. Почему? Потому что Запад не торопится решать судьбу этого Путина. И еще неизвестно, сколько жизней он отправит на тот свет Путин, пока сидит в этом Кремле. Поэтому давайте так, своя рубашка ближе к телу. Я бы на месте Украины ни одного часа, ни одной минуты не колебался. Сделал все возможное, чтобы Израиль заимел ядерное оружие. Для этого Зеленскому надо коренным образом пересмотреть свои отношения с Израилем. Только Израиль спасет Украину. А Украина может спасти Израиль. Вот так надо быть близкими, друзьями. Это два братских народа. Это мое убеждение. Наша история неразрывна с историей украинского народа. При всех негативах, какие были у нас, у евреев, проживающих в Украине. Это было везде. Это было и в Испании. Это было и в той же России немытой. Вы знаете, вот. Было, было. Этого никто отрицать не может. Я не говорю о Германии, Польше, например, и многих других мест. Так что нам пора давно перевернуть страничку нашей истории и начать сначала. Два братских народа, еврейский народ и украинский, сегодня как никогда являются жертвами варваров, агрессии. Где Россия объединилась с террористами всего мира. Поэтому мы все по одной линии. Израиле, Украине стоило бы поучиться в тактике, у нас ядерного оружия нет, но если нужно, мы ему применим. Вы не удивитесь, если, скажем так, тайна, нечто подобное уже может разрабатываться украинскими специалистами. Я не удивлюсь, если узнаю, что израильские ядерские уже давно работают в Украине. Я не удивлюсь. Я слышал, даже такое уже есть. Но это пока на уровне слухов. И дай бог, чтобы так оно и было, что и Украина просто часто, не поддерживая Израиль, пытается спрятать свои тайные отношения с Израилем. Есть такое даже. Интересно, интересно, друзья. Ваши мысли тоже оставьте по этому поводу в комментариях. Потому что действительно, ну, я знаю, как наши зрители симпатии относятся к еврейскому государству. Поэтому, друзья, очень ваше мнение интересно. О НАТО, если еще поговорить. Лимон же тут выкатил публикацию, что, мол, если победит Камала Харрис, то Байден, значит, обязательно тогда в свой переходной период даст зеленый свет на то, чтобы пригласить Украину в НАТО. И вообще там уже все якобы на мази договорено. Сопротивляется там чуть ли не только Шульц из главных, а остальные все последуют за Америкой, если Байден такое решение примет. Ну, тут опять-таки кто-то уповает, конечно, на это. Кто-то, возможно, скажет, что этот материал может быть просто в пользу победы Харриса и, скорее, как противовес победе Трампа. Давайте так, мы не будем гадать, скорее, каковы в целом шансы приглашения Украины в Североатлантический альянс в случае победы Харрис или в случае победы Трампа. Вот давайте просто сравним, господин Пинков. Во-первых, давайте будем смотреть на вероятность вовлечения в семейство членов НАТО Украины при Харрис или при Трампе. Где логика и где больше реальности? Харрис, например, сегодня еще являясь вице-президентом, она ни разу не сказала, что мы должны помочь Украине до полной ее победы. Слово «победа» ею никогда не произнесено, абсолютно нет. Даже на тех же дебатах, когда ее ведущая CNN приперла к стенке вместе с Трампом, кстати. Трамп, правда, отделался, дистанцировался, потом объяснив это тем, что он не хочет раскрывать свои планы. А вот Харрис так и не сказала, что она будет помогать Украине до полной ее победы. Во-вторых, Трамп на это все смотрит по-другому. Он говорит, что, во-первых, НАТО – это бумажный тигр, его надо полностью пересмотреть, полностью. Устав затхлый, покрывшийся мхом, устав НАТО, то есть сама организация, созданная еще в конце 40-х годов, не отвечает требованиям сегодняшнего времени. Что нужно для этого? Первое. Во-первых, члены НАТО должны вносить в свой бюджет. Вот мы уже знаем из источников наших партийных, внутрипартийных, о том, что уже, если Трамп победит, дай бог, он внесет предложение о 3% внесения в бюджет НАТО от ВВП. Каждый из членов НАТО. Их сегодня 32, к примеру. Вот так. 3%. Не каких-то 2, 3. Хотя 2 сегодня не выполняется даже той же Германии, самой крупной экономикой Европы. Это раз. Второе. Никаких принятий решений на основании стопроцентного голосования «за». Нет. По большинству это будет в пользу Украине. И никакие Орбаны, Шморбаны и другие не будут решать судьбу Украины. Одним голосом против. Или той же Словакии, например, тот же Фиццы. Этого не должно быть. Многое другое, что намечено Трампом по реформированию НАТО. Это очень важно. Это раз. Это реально. Это реально. Это то, что Трамп может делать. Он слов на ветер не бросает. Он говорит – делает. Он хозяин – барин. Сказал – сделал. И он это сделает. Это очень важно. Поэтому говорить о том, что каковы будут перспективы участия Украины при том или ином президенте, более реально, конечно, участие или вовлечение Украины в НАТО при Трампе. Именно при Трампе только. При Харисе, Шмарисе этого не будет. Никогда ни один демократ на современном этапе не предлагал Украине спасения. Начиная с первого дня войны в Украине, 24 февраля 1922 года, когда Байден вместо помощи Украине с Зеленского предложил самолет удирать, драпать из Украины. По сей день эта политика имеет место, к сожалению, к стыду нашему. Позиция Трампа совсем другая. Мы очень верим в это. Без нас он никто. Без нас, без рядовых активистов на местах. Понимаете ли? И, конечно же, того Костяка, который выше названный мной в лице трех майков, председателей ведущих комитетов. Это два. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что на данном этапе, когда опять стоит вопрос о том, как быть с НАТО, это вопрос будущего. Дай Бог, чтобы Трамп победил. Дай Бог, у нас есть на это много оснований надеяться на это. Вот, кстати, сегодня Трамп будет выступать в Нью-Йорке на Тайм-сквере. Это очень важно. Там собирается более 20 тысяч людей в поддержку Трампа. Вот это очень много нового можем узнать из его выступлений. Дай Бог, посмотрим. И тем не менее, время идет. Если даже Трамп победит, а мы надеемся на это, то он станет президентом аж после инаугурации 20 января будущего года. До этого времени еще три месяца. Нам каждый день дорог. Поэтому мы сегодня, что делаем у нас в Конгрессе, лоббируя, мы очень просим, чтобы быстрее сегодня между администрацией Байдена и Зеленским то самое соглашение о взаимной помощи и поддержке, подписанное между Зеленским и Байденом еще на G7 в Риме, оно было ратифицировано на уровне Конгресса. То есть оказание помощи двум странам. Это было бы уже законом. И этот закон бы не был подвержен сомнением или отмене с появлением нового президента, допустим, 20 января в Белом доме. Вот это мы требуем, мы лоббируем над этим. Так как, опять-таки, я вам говорю, вступление в НАТО – дело будущего. Это все не так просто. Тем более там есть два пункта, которые являются серьезным барьером по вступлению Украины в НАТО. Первый пункт – это страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть членом НАТО. Это первый барьер. И второй – это стопроцентное голосование всех членов НАТО за вступление Украины в НАТО. Это второе условие, которое тоже является барьером для Украины. Так вот, предложение Трампа, оно идеальное. Оно может сработать, но, опять-таки, только после его победы. Вот это очень важно. А до этого украинский народ теряет свое потрясающее поколение. Мы не должны до этого допускать. Поэтому вот эти пессимистические разговоры, даже из уст влиятельных украинских политиков, влиятельных или даже того или иного гражданина Украины, патриота своей страны, они к хорошему не приводят. Нам нужно, наоборот, говорить правду. Ту правду, которая окрыляет украинский народ, дает им силы продолжать стоять на том уровне, на котором он сегодня находится. И дает нам силу, американцам, верить в них и продолжать поддерживать Украину. Вот так должно быть. Другого не может быть никак. Спасибо вам, Борис, за вашу поддержку, за ваш оптимизм, за то, что вдохновляете и наших зрителей, регулярно находите для нас время. Друзья, оцените, пожалуйста, лайком на сегодняшнюю беседу. Вообще, тем много, на самом деле. Хочется узнать ваше мнение обо всех них, поэтому оставляйте их в комментариях. И будем в следующий раз говорить еще о новых заявлениях Андрея Ермака, в том числе о том, что выборы в Украине будут проведены сразу же после победы нашей страны. Борис Пинкус сегодня к нам присоединялся. Борис, благодарю вас. Благодарю вас, ребята. Здоровья вам всем. Победы. Мы победим, потому что поражение Украины – это поражение Америки со всеми вытекающими последствиями. Это недопустимо. И ни одной пяди земли варварам, ни одной. Отдашь палец – отрубит руку. Дашь руку – отрубит голову. Мы должны помнить об этом. Украинская земля должна принадлежать только украинскому народу. Другого не должно быть. Друзья, ваши слова поддержки силам обороны Украины, силам обороны Израиля оставляйте в комментариях. И до новых встреч. Подписывайтесь. Дмитрий Гордон, Алиса Бацмана в гостях у Гордона. До свидания. Спасибо большое. И слава Украине. Героям слава. Спасибо.